До 50 тонн мясной продукции в год и новые перспективы в развитии. СПКЕР презентовал кулинарный цех по переработке оленины. Новые помещения уже запущены в производство. На экскурсию по второму в округе перерабатывающему предприятию отправилась наша съемочная группа. Для полуфунктов необходимо, конечно, держать температуру внутри оленины, где-то минус 1-2 градуса. Тогда сохраняется и качество, и сок сохраняется, и очень вкусный продукт получается. Инженер-технолог Юрий Пронин знает все тонкости работы с олениной. Много лет он работал на мясокомбинате. Новый цех СПКЕР с гигантом пищевой промышленности не сравнится ни по мощности, ни по ассортименту. Но для сельхозкооператива это большое достижение. Раньше СПКЕР продавал только мясо. Сегодня в ассортименте 21 наименование. Вся новая продукция изготавливается здесь. В цехе полуфабрикатов – котлеты, антрикот, мясные ежики, колбасы. Готовая продукция выпускается на втором этаже. Здесь мясо будут варить, коптить и упаковывать на вакуумном агрегате. Новый цех запустится только к Новому году. А пока цех не заработал на полную мощность, новые сотрудники, обвальщики и жировщики оттачивают навыки. Среди них Иван Вылка. Уроженец посёлка Красное полтора года обучался в школе оленеводов Финляндии. Открытие нового цеха ждал с нетерпением. Я учился в Тайваниеме. Там по олениосу было, по забою, по переработке мяса. Поэтому всему нас учили. Год даже рывался там. Потом вот сюда приехал и ждал, когда… Ну, в Ерве меня позвали сюда, сказали, что тут скоро цех откроют. И это я ждал. Новая продукция Ивану нравится. Вкусная и привычная северному человеку оленина. Некоторые наименования уже поступили в продажу. Кстати, в будущем при цехе откроют оптовый магазин. Сегодня у предприятия три точки сбыта. В том, что понадобится ещё одна, руководство даже не сомневается. Другие убойные пункты стоят. Значит, это уже общежитие на 38 мест стоит здание. Осталось только сделать производственное помещение. И в 2016 году будут первые забыть производиться на новом месте. В районе Варандея. Участок называется Перцор. Новый убойный пункт – это повышение качества заготовки мяса, а значит и продукции. Ну что можно сказать? Посадки будут, если будут. Руководитель управления АПК и торговли Сергей Киселёв отметил, такая продукция востребована будет, особенно в условиях импортозамещения. Окруженным хозяйством поступают предложения на экспорт мяса в регионы страны, где не хватает сырья для производства. Потенциал того мяса, который мы можем использовать, его качество, они не до конца у нас иногда используются, ввиду того, что хромает именно убой. Сейчас этот цикл, вводя вот эти предприятия, мы замыкаем, и у нас выстраивается стройная цепочка от прихода оленя на убойную площадку до выпуска готовой продукции. Более 15 миллионов вложений, два года работы и цех готов. Хотя главные двигатели перемен в СПК ЕРФ, несомненно, большое желание и трудолюбие. Не зря имя кооператива в переводе с Ненинского значит «хозяин». Валентина Чебичик, Роман Делимарский, Телеканал «Север».